Всем большой привет! Вы на канале Вечное Лето. Мама, папа, поздоровайтесь. Здравствуйте. Всем привет. Всем привет. И мы сегодня едем на тайский массаж. Время 7 часов вечера. Мы разобрались с нашими делами. Все разложили, искупались. Сейчас хотим сделать массаж, потом пойти на ночной рынок Jump Tien Night Market, чтобы поужинать и попробовать чего-нибудь необычного, чего родители еще не пробовали. Решили в такой последовательности, потому что если сначала на ужин, а потом на массаж, с полным животом, тяжко лежать. Особенно, когда в тебе прыгают. Ты готов? Да. Е-е-е. Мама, готова? Всегда. Молодец. Вперед. Мужики, ракушки, они не шумные. Потому что они из гипса. Вообще в ПТЕ очень много хороших, недорогих массажных салонов. Мы раньше ходили в Нирваны, но она на Протамнаке. Сейчас мы живем на Jump Tien'е и решили сходить в салон. Мы здесь уже были просто однажды. Нам понравилось. Тайский массажник подорожал 200. Смотрите, фуд-массаж тоже 200, ойл 300, а ойл вера массаж 500, бодискраб 500. Не путайте, кстати, с боди-массажем. Да, вижу, сразу четырех, да, могут взять. Разуваемся. Смотрите, как у них здесь все красиво, какой павлин. Да, кстати, не было павлина. Все так сделали симпатично. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нравится, что в Таиланде заведения с годами становятся лучше. Не вкладывают деньги. Папа уже начали мять там. Здесь лежит Саша. Его тоже уже мнут. Мама переодевается. И я уже в шароварчик. Ой, друзья, так хорошо. Вот ради этого реально стоит приезжать в Таиланд. Делать массажики. Очень хорошо. Окей, спасибо. Мария, началось? Еще не делай. Ну давай. Так все больно. Я уже давно не делаю. А, а. Больно делать сейчас? Ну что-то, почему не прикоснуться, все у меня больно. Ну это хорошо, значит есть эффект. Ммм. Это что такое? Напряжение. Сейчас они снимут напряжение, будет хорошо. Угу. Свет, тебе как не больно? А, ну знаешь, мне вот когда нажимают на бедра. Ага. Мещиклодную очень. А. Вот сейчас так. И вот что мне нравится в тайском массаже, они очень много времени уделяют ногам. Они их просто выкручивают с разных сторон. И так расслабляешься. Ты думаешь, да, что-то можно в ногах массировать. Но они там, по-моему, тысяча один метод используют, как можно промять ногу в разных местах. У меня такой мастер интересный. Использует такие методы и приемы, которые раньше никто не использовал. Так, и сейчас мы переходим к голове. Здесь комплексный массаж всего тела получается. И ты делаешь массаж каждый день, поэтому... Сегодня было много новых движений. То ли это только здесь, то ли вообще появились в тайском массаже новые движения. Вот с этой подушкой. Когда они садятся, как-то перекручивают себя, как машинка, не перевертыш. Это вообще мне понравилось. И я, знаете, вот пришла к выводу, что ничто так хорошо не восстанавливает тело после перелета, как сон, бассейн и тайский массаж. Вот это вот три кита, которые помогут вам почувствовать снова себя собой. Мне еще интересно, как папа рассказывает тайке о своем инсульте на русском языке. И надеяться на какое-то понимание. Мам, как тебе? Мам, как всегда. Все болит, все скрипит. Маме делают массаж, она говорит, а в бассейне мне нравилось больше. Ну здорово это вообще. Ну, конечно, надо терпеть, потому что это и есть свечение массажа. Да. А не будешь терпеть за что-то? Не будет никаких стрельбов. Я лучше пар движений буду. Света говорит, у меня идет очень эта рубашка. Да, вы как в белых рубашках такие. Друзья, идет ли эта рубашка? Как на барабанке постучи. Ой, ну Света, я уже еле жива. Я не смогу второй день сюда прийти, не трогай. Нет, надо руку заходить. Вот так. Вот так. Мама. Света. Чики-чики-чи, хотим под конец. Ну здорово. Мне очень понравилось. А Сашу мне так жалко. Его так крутили, так ломали. И он пересчитает. Виктор, что-то. Ну, правда. Сильные руки. Сильные руки. Папа объясняет про свой инсульт, что это ударило инсульт. Я говорю, они не понимают. А мама говорит, а ты им скажи. Не больно было, Виктор? Как нормально? Да. Но хуже не чувствуешь себя, нет? Нормально все? Все хотят Виктору потрогать. У него вот на правой стороне. А где у тебя болит? Давай в следующий раз. А это ваш учитель, да? У меня делал массаж вот этот мужчина. Классно делает. Ну, видно, что разбирается. Вот у нас послемассажный еще бонус такой. Скажи, окей. Завтра приходится. Завтра. Это что, с собой дети началась? Это бонус. Бонус прикольно. Там большой и не хватает силы для массажа. Для женщины тяжелый. Ну, как себя чувствуешь, Виктор? Виктор, как ты чувствуешь? Как чувствуешь? Смочувствие нормально? Ну, что ты чувствуешь, что у тебя что-то изменились? Руки какие-то. Ну, что ты прям за один день? Ой, не скажи. Я вас все чувствую за один день. У меня все болеют. Подожди, утром у меня синячки и появятся. Так что ты меня не ругаешь, это не мне, это меня вот так ломает. Наш чай. Мышцы расслабляются, как ты восстанавливаешься быстрее. У нас с папой сидим такие, как дочки матери, пьем из кукольных чашечек. И вот каждый раз что-то новое вот в массаже. Не бывает такого, что я пришел и вот одно и то же тебе делать. Вот это инновация с подушкой прикольная. И я на маму как не посмотрю, у нее выражение лица, как будто она съела кислый лимон. Саша, ты садись? Да, садитесь. Все. Все больно? Все. А мне самое больное, это вот ноги, наверное. Даже Саша, что-то кряхтит. Ой, я никогда не слышу, потому что он. Но он всегда как-то... Кряхтит. А я только... А я говорю, так что же ты это? Он из меня веревки вил просто, он такое там делал вообще. И вот ни разу со мной такое не делали, сколько ходили на массаж. Спасибо. Ни разу со мной так не делали, как новую штуку. Не обращались, как с тряпкой. Молодцы, молодцы. Да, молодцы. У меня было так приятно, руки. Ой, вот видно. Можно учиться бы нашим тоже, как будто красиво. Здесь, как обычно, играет музыка. Макашница со всякими полуфабрикатами, шашлычки, курица. Я бы что-нибудь сейчас в перекусе уже проглотался. Я прям скучал по всей этой атмосфере, китайской музыке, таким столиком, улочкам. Как-то всего этого не хватало. Мама говорит, что это какой-то был необычный массаж. Не просто массаж, а массаж гимнастика. Массаж говорит, прям как йога. Нет, она вот, где болит, чувствовал, и я ничего не говорил. Ага. Бошу и сказали. Нет, мы ничего говорили. И вот круга вот эта вот, и ноги. Ну, молодцы, вот смотри, они такие маленькие, такие губкие женщины. Нет, бабушки. Сильная женщина. И у них даже, вот они делают массаж, я вот наблюдаю за ихними глазами. У них такой взгляд, такой, знаешь. У меня темно. Я не знаю. А какие у них руки шелковые, вот пальцы, они прикасаются к твоей коже, как будто они только что сделали скраб или пилинг. Прям как шелковое прикосновение. И такое нежное. И вот они между собой что-то там тихо говорят, и я прямо скучала по этому. А что говорят? Черт тебя знает. Ну, ладно, черт. У них свой язык. Учий язык. И чего не было. Папа рассказал про свой инсульт, а мама говорит, ты им говори понятным языком. Мне инсульт вдарил, скажи, пух, пух. А мама говорит, пух, пух, они вообще не врубают. Что за пух? Пух, пап. Винни-пух. Ну, тут мужчина понял, что с ним случилось. Вот это место у него все время болит, и он прям массировал. Я тут что-то там прям чувствовал. В общем, ребята, если вы знаете какие-нибудь классные массажные салоны в Паттайе, напишите в комментариях название, где находится. Мы снова на рынке Джонсиа Найт Маркет. Это не просто для нас рынок. Он наш любимый во всем Таиланде. Я вижу здесь уже много изменений. Во-первых, поменялись ряды. Они стали больше какие-то крутые с крыши. Такие зоны появились отделанные. Вот, каждый год сюда проезжаем, и каждый год что-то меняется. Причем в лучшую сторону. Шейки по 25 бат. А цены, кстати, остаются такими же. Здесь у нас осьминоги и всякие репродукции 20-50 бат. Креветки 120, есть сырые креветки по 150, мидии по 50. Рыба с соли 100 бат, 120. Нормальная цена, кстати. Кукуруза 25-20. Так, здесь у нас готовое блюдо. Можете выбрать макароны с креветками. Салат с морепродуктами. Свет, кстати, может, такой салатик возьмем? А, а похож на салат. Так, вот с этой стороны я вижу шушучки прикольненькие. Можно брать. 150 бат. Маленькая. Да. Здесь? Ха-ла-ла! Салатик-кай! Да, ха-ла! Да, здесь. Да. Возьмем мы супчик. Эту женщину мы давно знали. Это салат с рисовой лапшочек. И она нас помнит, что приятно. Да, приятно. Этот супчик, конечно, клевый. Я по нему скучал. Салат, это салат. Ну, как салат, суп получается. Хотя, не знаю. Если с бульоном, то как супчик. Если без бульона, то получается салат. А давай закажем, пойдем. Один салат, окей? Войдем. Спасибо. Вникнуть. Чуть-чуть. Лидовый. Да. Все, сделали заказ. И можем идти дальше. Мама глаза разбегается. Я не знаю, куда смотреть на еду или на еду. Я не знаю, мама, мне все. Не, на еду, на еду. О, давайте папе возьмем привычной еды. О, пюре. Куриный, кстати, шашлычок обычный. Давай пюре возьмем. Блинчики, котлетки, печеная картошечка. Пюре. Hello. How much this? 2. Chicken? 2. 2. 2. Куриные котлеты. 21. 2. 2. 2. С этой стороны тоже поставили такие цивильные отделы. Смотрите, как все стало красиво, облагорожено. Вот, томха, 82. Hello. Томха. 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 Томха, нет? Окей, пан. Пан. Блинчики в шоколаде. Очень вкусное и, конечно же, очень жирное блюдо. Но иногда хочется взять и насладиться. Стоят они, кстати, по 35 и 50 бат. Танцплощадка также осталась. Дети танцуют. А взрослые сидят и за всем этим делом наблюдают. Кстати, на рынке не воняет. Хорошая атмосфера. Можно спокойненько погулять и выбрать все, что вы хотите. А я сейчас пойду заберу блюда, которые мы заказали. Они уже должны быть готовы. Не смог встать, решил взять еще шишучки. Такие неаппетитные. Всего по 20 бат. Видели продажи с Фрэши. Мама говорит, что нет маракуйя, нет маракуйя. Она фанат маракуйя. Мы их взяли маракуйю, а папе маракуйя, ананас и банан. 25 бат нормальная цена. Год за годом. Одна этаж цена. Спасибо. Ну все, можно идти есть. Набрали кучу всяких пакетов. Сейчас, как обычно, будет распаковка пакетов. Супчик в пакете. Как я по этому скучал. Теперь это нам аккуратно перелись, чтобы не разбрызгать. Ну вот, нормально. Суп из пакета по-тайски. Такой завтрак. Не представляете, как я. Я встречал по этому всему. По этим рынкам. По этим тайским блюдам. Мы как-то летели, ехали, вспоминали. Давайте все красиво раскладывайте. И рассказывайте, что у нас есть. Потому что одни мешки пока. Это что такое? Пошла жара. Салатик. Не удержался, да? Я прям что-то набросился, еще не принесла, а я уже ем. Я не могу закончиться. Я так спешал. Мы каждому взяли по блюду. Папе мы выбрали, ну, такое привычное, знаете, чтобы жевать не выбрать. Это картофельное пюре с куриной котлетой. Пюре 30, котлета 20 и хлебная лепешка 20. Давай, мам, пробуем. Я пиво. Пиво! 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 Все, за хороший отдых. Ура! Салат с стеклянной лапшой, как всегда, блаженство. Мама, я бы хотела, чтобы ты со мной его попробовала. А мне пилки. Кто бьетит в Атаре? Конечно, все это выглядит не очень презентабельно в пакетах таких сидишь на рынке. Но, друзья, это тайский колорит, это тайские рынки. Кто был в Таиланде, тот поймет вот эту атмосферу. Рынки, местную еду, уличную. Внимание, мама пробует кальмара. Это кальмар, его так режут и салат с стеклянной лапшой. Дайте мне тоже что-нибудь. Очень вкусно. Ну, что-то необычно. Необычно. А у нее вкус вот так раки вареные. Так раки вареные? Такого я еще не думала. Не ожидала. Ну, в общем, он очень вкусный. Мы сказали, чуть-чуть острый, она сделала просто идеально. Да. Его надо есть, кстати, пока он горячий. А это что мне вкуснее? Ммм. Это креветка, беру за хвостик. Не острый тебе? Нормально. На чем похоже? Ну, как вареный. А теперь попробуй миди. И скажи, что ты думаешь об этой подружке. Мари, оторваться не может от хвостика. Ты ее сразу всем ее решила, да? Да. Все подряд. Мы... Это я уже ела. Мари, помните, в прошлый раз мы практически на этом же месте сидели. И вы даже так же сидели. Да. И так же пиво-пиво. Я всегда люблю смотреть в горе. Ага. Это там есть. Ну, вообще, вот чувствуется изменение со временем. Вот сколько, два года прошло. Вы вернулись, как будто... Не, ну тут же стульик, те же стулья, даже тот же продавец. На мемке, на мемке сюда. И все мы сели на свои места, да? Да, мы так сняли? Ага. Ну, примерно, да. По-моему, да. Да, Света рядом. А теперь ты должна попробовать айсминога. Ой. Виктор, будешь асьминога? Ты пак. Нет, Мария, придется вам отдуваться. Ну, я все не съела. Ну, ладно. Какая-то щупальца. Понравилась щупальца? Она соусом, кстати. Острый соус, наверное, где-то. Ну, вкусно, Саша. Вкусно? Вкусно. Вот это нам соус. Ммм, кстати, добротно себе, попробуем. У меня он остался самый непрезентабельный. Такой же, знаешь, вкусненький. Да. Они соус налили. Да давай, давай ешь. Прикольно. Это тай. Это тай. Честно, я не понадобу таких вещей. Но зато он мягкий. Что могу сказать? Какой-то куриный вареный белок, как немножко резиновый. И с привкусом йода. Не знаю, понятно ли это. Ну, по крайней мере, что-то такое интересненькое. В прошлый раз, когда мы ели, он совершенно другой был. Резиновый, этот мягкий. А что это такое с пипочкой? С пипочкой? Это был гриб. Это тайская. Куриный шашлык ты и дома поешь. Никуда она тебя не бежит? Нет, да, сон тебе его. Я хочу, чтобы у тебя пополнилась коллегчная вкус. А ты, Свет, попробуй суп Тонгха. Пока он горячий, потому что сейчас он остынет, он вообще будет невкусно. Сейчас, папа впервые пробует тайский салат. Ну и что? Не твоя еда. Следующее блюдо мама пробует в том-там. Салат папайи. Как тушеная капуста. Как тушеная капуста, да. Только с маленькими креветками. А ты знаешь, кто это? Это маленькая креветка. Да ты что? Да, это не морковка. А как они такое ловят? Не знаю. Выращивать, наверное, специально для салата. Ну как его? Ну, много его не надо. Папа, как и в прошлый раз, съел зеленый перчик от шашлычка. Все горит. А он когда что-то острое съест, Папицы. 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 Да, это будет салатная пакетка. Я салат пьё. Какое блюдо тебе понравилось? Вот, осьминог. Осьминог. Неожиданно. А вот это салат? И вот это креветочка нравится. Ну, это понятно. Помнишь, я ее ела прям нечищенную? А, да, помню. Жевала-жевала и говорит, что-то какая-то жесткая. А мы еще купили томг-ха, вот этот суп на кокосовом молоке, который тебе понравился. Так что сейчас... А папу все никак не отпустит. Сашими, выдайте ей томг-ха. Ну, давай я прям... Вот на кокосовом молоке. Да. Это жесть. Я тебя понимаю. И даже для меня вот... Саша сейчас этот перец попробовал. Горячий, вот он нереально острый. Очень вкусно, но сюда бы... Саша, я сюда еще картошечку. Да? А там очень вкусно. Саша, бульончик. В этот бульон надо мясо и картошку. Я передам. Пусть и совершенствует рецепт. Неужели так горит? Может, необычно? Ты хлебушком заешь. Почем пиво? 80 бат. Сколько мы примерно отдали за наш ужин? Ну, где-то... 500 бат. 500, наверное, бат без напитков. Все такое вкусное. Вот попробуй, скажи, как тебе папайя салат. Что? Он не острый. Не лучшее исполнение. Он не острый. Ну, обычно папайя салат острый делает. Это, видимо, невропизированный вариант совсем без перца. Ну, я как бы привык, что он в перце. Какой он сладкий. Не такой он. Сам бульон не только. Вернее, как бы приправа, как-то сказать, настойка. Настойка. Настой. Нужен. Ну, что-то они туда не положили. Перцы. Перцы. Не хватило ему индивидуальности. Остроты. После папайя салата ты в туалет идешь и понимаешь, что дракон проснулся. Да. А сейчас ты его съешь где-то просто в спирт. Дракон спит? Да. Дракон не проснется. Может, ты хорошо? Может. Я боюсь твоих драконов. Мне, кстати, очень понравился вот этот шашлык из куриной грудки. Очень вкусный, да? Согласный маринад. Нет никакого перца. Ничего, прям, добротный, как Таша говорит. Как тебе тайские котлеты? Они похожи на русские. Это кто-то русский сделал, а не только вот... Думаешь? Да. Они не смогут. Это прям вот домашние котлеты. Значит, ты подозреваешь, что это... Может, кто-то русский идет, а здесь кто-то продает. А может, они уже на русское? Местное, наверное, делают и продают. Получат. То есть, прям, в точь-в точь, я такие же делаю. Чесночок там лучше. Может, и тайка? Мы взяли килограмм со мной. Нам очень хочется сахара. 100 бат килограмм. Мы хотим зайти в Севен. Закупиться всем необходимым после рынка, взять домой, ну, по мелочи, хотя бы воды. У нас даже воды сейчас нет. Ну, и Света там целый список составил, что надо взять. В Севене, кстати, сейчас не было яиц, поэтому мы решили зайти в Фэмили Март. Может, здесь есть, потому что этот магазинчик побольше будет. И вот этот звук. Звук, который манит многих. И ностальгия, я знаю, у всех возникает, когда слышат этот звук. Да, здесь выбор хороший. Здесь, кстати, есть яйца. Стоит 57 бат за 10 штук. И внизу у нас продается рис. От 5 килограмм 195 бат. Пиво Sinkhalite 52 бат. Хейкин 72. Нажайте на 2 и будет в рублях. Вот эти, кстати, трубочки очень прикольные. Стоит 20-25 бат. Света берет Орео и вафлю, своя любимая. Вот это моя любимая вафля здесь. Это твои киндеры. Где? Это не мои киндеры, это Джой. Чужие киндеры. Я черепаха. Они мне не близки. Папа очень устал, он пошел спать, а мы с мамой продолжили трапезу. Она долгое время мне отрастила, вот уже 2 года. Как я хочу маракуйя, как я хочу маракуйя. Этот фрукт заполнил душу. И сейчас она первый раз спустя 2 года ее съест. Мама, твой выход. Да я знаю, что она вкусная. Может, кстати, кислая. Она, кстати, иногда без сахара ест. Какая вкусная. Ну, раньше ее. А пахнет как... А фрешма сегодня пьяна, какой вкусный. Так, почему тут Мария маленькая, кажется, а ты зая большая? Ты опусти кресло немножко. А как тут я... Там ручка, вот так нажми. Вверх, вверх, вверх. Вот, да. А теперь вот нормально, а то ты такая большая кешься. Еще мы взяли ананасик. Тоже вкусный, сладкий. Манго. Ну, показывай, что у нас вообще, что купили в Севне. Сейчас начни с вкусняшек. Ну, тут сладости. Трубочки. Орешки в сахаре. Печенье. Кокосовые роллы. Такие трубочки вкусные. Мне очень нравится это печенье. Если любите печенье, возьмите его, оно с кешью наверху очень вкусное. Вот это открой, сейчас хочу трубочки эти попробовать. Саша что-то захотел трубочки. Так странно. Такой, о, я хочу трубочка. Никогда раньше их особо-то не любил. Я помню вкус, я знаю, что они должны быть клёвые. Ну, как-то с тобой делали обзор тайских вкусняшек, и там вылил. Да, но мы не помним. Помните, у нас раньше были такие соломка? Помнишь? Мама? Забури. Соломка и внутри шоколад. Это? Мне кажется, можно тут и заваривать чуть-чуть. Корки, амаракуйя заваривать, как вам такое? Как тебе сегодняшний день? Нет, сегодня день, конечно, непростой был. А поплавали. А массаж? Вкусненько. И мы всё лопаем. Приехали в Таиланд, я всегда всем зрителям говорю. Вы приезжайте в Таиланд, начинайте постепенно есть местную еду, иначе у вас будет болеть живот. Сама приехала, накидалась. Том-ям, сон-там, том-ха, кальмары, маракуйя, фреши, пила. Всё, ты говоришь, ещё мандаринки. Молодец! Ты пил, Таиланд? Ну, я-то нет, но мы-то вы-то пили. Но мы-то понятно. Я нет, ладно, я не пила пим сегодня, потому что у меня и так всё голову штормит. Вот, кстати, Мария обычно не любит. Я не любила, я думаю, что... За два года предпочтения изменились. Надо другой сорт попробовать, он вообще вкусный, кисленький такой. Не, вот я люблю именно такой сладкий. Это как тыка. Выпускай. Вкусная маракуйя. Я хоть не прям, чтобы особый фанат маракуйи, но я её люблю. Просто мама аж прям маракуйя. А я так маракуйя. Смотрите, совсем по-другому. Вот сколько у нас ещё? Это мы будем 2-3 дня. В общем, мы на этом заканчиваем наш влог. Спасибо, что посмотрели это видео. Вы на канале Вечное Лето. Мы постараемся отнять для вас очень много интересных, позитивных выпусков. У нас большая концертная программа для родителей. Надеюсь, на то, что понравится. Если выпуск вам понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пишите добрые комментарии. Видите, в следующих выпусках. Мы вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока.